друзья всем привет с вами если вам привет мои хорошие эх ты друзья сильно руками махать не буду минус 7 на улице мы находимся где в культурном городе львов елки-палки здесь настолько культурно что мы короче нашу пьянку решили начать галереи друзья ки вы сейчас поймете катя не катюня куда мы попали национальная галерея искусств палац лозынского палац музей европейского мистецтва какого-то века те кто знает меня поймут к короче какие-то крестики нолики говорят очень старый и ты не прямо таки ковская лерея вроде бы как будто вы говорили что а ну-ка остановимся проведу тебя урок математики что к прочитает их сереженька это цифры хнут этот крестик это 10 до вот это крестик без единички это 9 19 и 21 столетия елки-палки насколько древние считать это если честно туда я не стесняюсь римские цифры ты знаешь римская 1 римская 2 римская 3 катюня и те кто не знают меня вообще с 8 класса попросили выйти понимаешь я тебя научу да и крайний класс школьный я заканчивал вечерней школе также далеко короче там не а я и математик ну каждому свое погнали серьезно тут и деревня давай придется это все знают смотри а почему билеты скажи 150 гривен взрослый мадам пройдемте проходи пожалуйста покажи людям что здесь лестнице катюня показывает проходите люди да здесь лестница скрипит как лестница здорово да старинная катюня ни в чем подобном не был что ты понимала пусть это тебя тоже не удивляет мама дорогая слышишь мы мы туда попали короче друзья если не будет видео такое как это при новогодние зимний львов с культурами с культурной ноткой да я хотел с утра начать к час ярмарки вот этот глинтвейн там что-то вкусное попробовать ребята любого не торопись здесь есть посадить красиво идемте шумара надо билета я ставлю а также не верят тебе третиковка и пускунский музей поделились отдали 150 работ скажем сказать работ с российской империи то есть те что художники были еще до тех времен до революции масочку катюня наполеона не уж ты знаешь кто это я прочитал а это а это не наполеон францис иосиф 1 а видишь оказывается ты знаешь римские цифры ну и денечку это точно короче не займена здесь долго снимать не будем да просто полюбуемся красотой надеюсь очень красиво очень много картин мы только первом зале и уже вставляет кому интересно там пишите комментарии мы адрес запомним для вас до пошли и рассмотреть ну размеры впечатляют слушай ты шо какая же интересная штука а шо это за бал а это что это после боя что ли революция 800 800 это принципе наполеоновская война может быть отступление и что по польше проходили польские войска участвовали или со струнгами я рассказываю Матейка – это прям такая, как Репин на русский манер, или как Куинджа, наверное, для украинского. Дети. Да? А там, иди, ты показал это поле сражения? Нет. Красиво. Иди сюда. Подтлеть детей к художнику. Смотри-ка, я не знаю, у меня злов не хватает, просто очень красиво, четко в деталях, посмотри, каждый чем-то занят, ты понимаешь? Ну, камера будет отсвечивать, там детализацию я тебе не передам. Это что? Ну, я вот пытаюсь понять, это второе полотно, второе, но в апреле будет ситуация. Полотно ли под Борисовым? О, это под Борисовым, это пересечение речки, как под Борисовым, Березина, где тогда Наполеон переходил, когда последний... Березино. Березино. А, нет, у Бородянов. Нет, нет, вообще, не кричи громко. Борисов, это белорусский городок, это километр 70 от Минска, там как раз перетекает эта речка Березина, которую, когда отступали наполеоновские войска, там была битва, там он много людей потерял, дело было зимой, переправлялись, и лошади гибли, и все такое, то есть вот этот, или на этот кусок. Я был там лет пять назад на этом месте, где Березина, такое, как бы, достаточно умилое место, такая белорусская природа, плоская, это равнина, и речка эта течет, не широкая, там, не знаю, метров 20, но, видно, зимой ее пересекать было, еще под огнем неприятия, вот Гвардия отступает, видите, в боевом порядке, но, кстати, ее так не удалось нищего, русский городок. Ваня, хоть иди в господь. Что вы, о чем, не можем, не будем еще рассказывать. Не, рассказывайте. А, не, ты нам рассказывай, а здесь нельзя ржать, это тебе не поезд. Что это? Это, они порешили, что это у нас, похоже на, на, это самое, на иудейскую пустыню, вот в районе Мертвого моря, вот такие, что же красные, скалистые. Молитва пустыни, 87. О, это не похоже, что это у нас. А если поэтому забраться, что здесь, что нужно, стопать, я не приняту кровь. Кварь, уходи, 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 уходи. С моей, я. Какой-то, что молчать и слушать Юру. А это, за кем она досходит? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иудеи и самаритяне Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok